Мифы об эволюции Привет! Финалиста премии «Просветитель» И еще стоит отметить его замечательная передача, не передача, а как сказать, форум «Ученые против Нифов» Стал в этом году лауреатом премии за верность науки Еще раз приветствую, Александр Спасибо И я попросу свою презентацию Друзья, сегодня мы с вами будем говорить о Может быть, самом отвратительном явлении, которое существует в науке О так называемой критике Но прежде чем мы начнем наш сеанс Позвольте мне провести диагностику вашей ауры С помощью вот этого волшебного папуасского жезла Пожалуйста, не сопротивляйтесь Сканирую Сканирую, сканирую О, боги демиургии и нейрохирургии Чувствую возмущение векторного поля Чую сомнения, чую тревогу Камень на вашей душе лежит Критики бес над вами кружит Я знаю все про вас Вы творили бессонными ночами Вы отказывали себе в удовольствиях Забывали бриться и краситься Вы пропускали йогу И даже, страшно сказать, не досмотрели Игру престолов Ваши родня в восторге от ваших идей Ваши видео на YouTube собирают тысячи просмотров А ваши коллеги на работе Не дожидаясь второго напоминания Купили вашу книгу И вот надо же было случиться Критик окаянный Плюнул вам в душу На своей страничке в Facebook Или даже в радиоэфире Или даже в научном журнале Он усомнился в вашей исключительности Да, я знаю, критика это крайне неприятно Знаю по себе Позвольте я вам напомню Ну, во-первых, я гений Это не обсуждается Во-вторых, критик считает, что в моей работе Есть какие-то ошибки То есть она что, не идеальна? Смотри, пункт один Эти ошибки, если они есть Нужно исправлять А это трата калорий Много ошибок Много калорий В конце концов А как же быть с моей революционной концепцией? Она что, не верна? Смотри, пункт один Ну и, наконец, критик настолько слеп Что не видит сияние вашего гения То есть он не уважает вас А может быть, метит на ваше место Неудивительно, что вы в смятении Вы забыли о сне Потеряли аппетит Образ критика не идет Из вашего сознания И резко возросла ректальная температура Вам просто необходим отворот от критики Но ничего не бойтесь Опытный, потомственный В пятом поколении демаго-маг Спешит на помощь Я расскажу вам о древнем искусстве демаго-магии И познакомлюсь с десятью древними Крайне сильными ритуалами Стопроцентного отворота от критики Но, чтобы эти заклинания были эффективны Их произносить и читать, и писать Должны не только вы Но и ваши поклонники Ваши последователи в интернете Везде, где они только увидят Упоминания вашего критика Они должны, не читая и не задумываясь Как можно быстрее написать в комментариях Несколько заклинаний Такая магическая стратегия Называется хо-магия Ее исполнители называются хо-маги Или ласкательно-уменьшительно хомячки И давайте перейдем к ритуалу первому Игноранус тотальне Для этого ритуала вам понадобится Чаша со святой водой без ГМО Свеча На убывающей луне Напечатайте на листке бумаги Имя вашего критика Как можно более мелким шрифтом Комиксанс И Подожгите эту бумажку А затем затушите в святой воде Приговаривая Как огонь воды броится Как огонь в воде тухнет Так и разум мой Критики сторонись Избегай К ней дорогу забывай Писем не открывай Из друзей удаляй В черный список добавляй После трехкратного исполнения этого ритуала Тревожные мысли о критике покинут вас Но для закрепления эффекта Вам нужно обеспечить себе обстановку Когда ничто не должно напоминать вам о существовании критики Как можно скорее удаляйте любые комментарии Хотя бы отдаленно намекающие Что критика реальна Переходим к второму ритуалу Оглуплянус вырыванию Этот ритуал полезен Если критик считает Что нашел в ваших трудах много ошибок Выберите из замечаний критика одно Самое незначительное Переформулируйте его в издевательской нелепой форме Напечатайте на заговоренном принтере И на убывающей луне Рвите его в мелкие клочья Приговаривая Как бумага рвется Так смешна Смехотворна придирка твоя Эта придирка слаба А другие еще слабже Тревоги моей не стоят А потому не тоскую по ним Не горею Когда вы выполните этот ритуал Улыбка сама растянет ваш рот до ушей Неприятные ощущения в нижней части спины Уйдут навсегда Но мы переходим к ритуалу третьему Блохологус Придиранию Для этого ритуала вам понадобится блоха Или иное мелкое насекомое На убывающей луне В безлюдном месте Возьмите эту блоху в кулак Заведите руку за спину И произнесите Критик блох ловит А в суть не зрит Пусть в огне горит И сожгите блоху После того, как вы проведете этот обряд Вы поймете, что эти ковыряния в запятых Никак не влияют на ваши революционные выводы В конце концов, ошибки, понарки Исказания источников Это неизбежный атрибут гения Они только оттеняют вашу уникальную способность Сквозь ворох фактов и деталей Видеть саму суть вещей Переходим к ритуалу Следующему, более древнему Я бы сказал, неандертальскому Транзитум персоналис Для этого ритуала вам понадобится Видео с выступлением вашего критика Внимательно просмотрите его Стараясь обращать внимание на Дефекты внешности Изъяны речи этого негодяя И через какое-то время Твердый внутренний голос Станет задавать вам вопросы А не слишком ли редкие у этого критика волосы? А не в очках ли он? Не слишком ли велик его нос? Не слишком ли противен его голос? Не выглядит ли он как чужак на нашей земле? Не кажется ли вам смешной, нелепой его фамилия? Можно ли ее прочитать неправильно? Запомните это неправильное произношение И всегда впредь называйте вашего критика Исключительно так Присмотритесь к цвету его лица Обращайте внимание на нелепую одежду Дурацкую прическу Отвратительное поведение этого хама Выберите в этом видео эпизоды Когда ваш критик выглядит наиболее нелепо Ну, например, вытирает пот Солба Или отвечая на сложный вопрос Говорит Просматривайте эти эпизоды снова и снова И постарайтесь запомнить приятные ощущения Поделитесь этими моментами С вашими хо-мечками И насладитесь их веселым улюлюканьем Нарисуйте сами Или попросите кого-то из поклонников Изобразите озорную карикатуру на вашего критика Ну, может быть, например, в виде крысы И на убывающей луне Спустите эту карикатуру в унитаз Произнеся заклинание Ты, лысый, очкастый, в мятом пиджаке Зануда, наркоман и неудачник Пришел к твоей критике нежданчик Голос твой слаб и смешна твоя рожа Слушать тебя негоже Будут все тебе бояться, сторониться и отходить Фу, таким быть Слово мое твердое и нерушимое Аминь Проведя этот ритуал Вы уверуете в то, что такие отбросы общества Как ваш критик Не достойны какого-либо внимания И вам не нужно специально обучать Ваших хомячков этому древнему искусству Потому что умение находить внешние изъяны И придумывать обидные клички Знакомо любому с детства Но если вас еще не покинули тревожные мысли Вам поможет диверсию рептилум Очень сильный древний ритуал Для этого понадобится портрет Гитлера Доллар Эмблема масонов И несколько флагов Недружественных государств На убывающей луне Разложите на столе эти изображения Пригвоздите каждая булавкой И произнесите следующие слова Ложа масонская и рептилия И рептилия тевтонская Заговор сионистический И гитлер антарктический Гидры инфернальные И ученые официальные Все враги рода человеческого Кто моего критика Клевете научил Кто ему за навет заплатил Утяните его в пучину В глубокие темные омуты Наденьте на него каменные хомуты Чтобы никогда ему не всплыть И о величии вашем забыть После этого ритуала Вы поймете Что ваш критик Это всего лишь пешка В тайной глобальной Геополитической игре Врагов русского народа И государственности Но для закрепления Ритуал номер 6 Завидус Шварце Для исполнения этого ритуала Понадобится маленький черный камешек Пустое помещение На убывающей луне Зажмите черный камешек в руку И киньте через левое плечо Приговаривая Зависть черная К моему уму и таланту К красоте моей К умению одеваться Жизнью наслаждаться И латынью изъясняться Зависть к Ломоносову великому И Теслесам целикому Зависть к предков обычаю И славяна ариев величию Перейди зависть в камень черный И сгинь пропади С чем пришел Без того уйду И я уверен Проведя этот ритуал Вы почувствуете Что весь этот Нелепый демарш Эти жалкие потуги Критиковать вас Вызваны единственной причиной Завистью этих неудачников К вашему ослепительному успеху Следующий Очень древний Индейский ритуал Дуэлянтос шоумению Он чем-то сродни Древнему обряду Который проходили воины Перед поединком Со смертельным врагом Поэтому вам понадобится Копье Шпага Или бейсбольная бита Не помешает также Группа Хомячков Подзадоривающих вас Вы должны исполнить Воинственный танец Я не буду И когда вы почувствуете Прилив необычайной драчливости Направьте ваше орудие В сторону воображаемого критика И как можно более грозно кричите Всякую стену пробиваю Всякую цепь разрываю Всякую логику разрушаю Всякого критика На карпье вертел Ты критик жалкий Нытик Явись передо мной Как паралитик И скажи Все слова поганые Коль не боишься А коли трус Беги Как заят от волков И молчи До скончания веков Запишите этот ритуал на видео И поручите вашим хомячкам Отправить его вашему критику Любыми путями Заспамьте его Пусть трепещет Но Если по-прежнему Тоска гложет вас Вам положит Носиус задиранию Для этого ритуала Вам понадобится головной убор Лучше всего корона Ну и кроме того Вам нужно постараться вспомнить И слегка приукрасить Ваши былые реальные вымышленные заслуги На убывающей луне Столько не знаешь Столько не знаешь Сколько я каждый день забываю Проходи Убогий стороной Не родился еще достойный И спорить со мной Пишется с большой буквы Обратите, кстати, внимание Как блестяще использует Этот прием Известный ДНК-демагог Анатолий Клесов Давайте на чистоту Хотя я не люблю Бритцать регалиями Но они Объективная реальность Вы кого сравниваете? Я академик Всемирной академии Созданной по инициативе Эйнштейна Академик Национальной академии Лауреат разных премий В том числе Госпремия СССР По науке и технике Автор сотен работ Большинство из которых Написал сам И кого вы мне Неявно противопоставляете? Каких-то Которые являются Полной отстой Серость Ну что сказать Браво Маэстро Но Теперь мы переходим К тяжелой артиллерии Древний Эффективный обряд Бруно Пригоранус Для этого обряда Вам понадобится Кусочек сахара Возьмите сахар в руку И произнесите Над ним Следующие Магические слова Бруно На костер шагает Мендель Горох сажает Менделеев Спирт разбавляет И разводит Эйнштейн Из прусской академии Выходит Мы Дилетанты Смелые новаторы Вы Академики Истинные Узурпаторы На зарплатах сидите Парадигму Менять не хотите Чур меня Чур Затупись Акам и нож Мою гипотезу Не трожь Если вы будете Носить этот сахар С собой Вас никогда Не покинет Уверенность Что только Боязнь Потерять Теплое Насиженное Местечко И щедрый Грант Мешает Официалам Узреть Ваше Сияние И наконец Если больше Ничего не помогает Точно поможет Стрелка перевода Спеклум Для этого ритуала Вам понадобится Зеркало Или Смартфон С фронтальной Камерой На убывающей Луне Посмотрите В свое Отражение И постарайтесь Представить Что там Отражаетесь Не вы А ваш Критик И затем Грозя ему Кулаком Грозно Произнесите Рыщет Свинья Непотребная Рыщет Изъяны В чужих Трудах Ищет Хочет Накликать Беду Да я У тебя Еще больше Ошибок Найду Моих Ошибок Капелька Твоих Океан Бескрайний А потому Тревога Моя К тебе Перейди Метод Научный Уйди Сомнений Моих Не буди Проведя Эти Десять Ритуалов Я должен Выполнить Контрольную Диагностику Выходит Все это Время Я говорил О себе Легко и приятно Смеяться Над кем-то И совсем Иное дело Попытаться Различить Тревожные Сигналы Злокачественные Ростки В самом себе Быть может Быть может Как раз В эту минуту Кто-то Здесь А вдруг Я Ступил На опасную Тропу Несколько Незаметных Шагов И родится Очередной Демага Маг Но Есть надежда Что пока Мы не утратили Способности Адекватно Реагировать На критику Пока мы Можем Смеяться Над собой Есть хороший Шанс Что мы Не свернем В целях Самогигиены Я рекомендую Вам Время от времени Проверять Свои реакции Да поможет Нам сила Настоящей Науки Большое спасибо Александр Теперь у нас Вопросы И за лучший Вопрос Книжка В подарок И Дарвин И Дарвин В подарок Работы Поднимайте Позвольку Вам подойдут Волонтеры Волонтеры Подняли руку В третьем ряду Подойдите Пожалуйста Девушки А что если Ритуалы Производить На возрастающей Луне Это На возрастающей Только приворот Понимаете То есть Если вы хотите Притянуть критику Тогда Все то же самое Но на возрастающей Луне Ну с такими Вопросами С такими Запросами Ко мне Не обращались Еще ни разу Пожалуйста Я не вижу Поэтому Если вы подошли Кому-то Вот Тут Машут рукой А если На верху У нас Кто-нибудь Есть С вопросами Ну подойдите Пока Молодому Человеку Есть Кто-то С микрофоном Мне к сожалению Свет Светит в глаза Поэтому Тут уже Несколько Несколько Вопросов Давайте Давайте Волонтеры будут Решать Вопрос Ладно На возрастающей Луне Мы можем Притягивать критику Что делать Во время Полнолуния Новолуния Являются Ли Какие-то Пограничные Условия Достаточными Для Выполнения Подобных Ритуалов Ну для Вообще Для Усиления Действия Этих ритуалов Луна Роли не играет Но иногда Полезно Перевести себя В измененное Состояние Сознания Ну то есть Например Сушеных Мухоморы Выжимка Из поджелудочной Железы Сумчатого Дьявола Или Три литра Охоты Крепкая Главное Добиться Такого Эффекта Чтобы Любой Текст Расплывался У вас Перед глазами Тогда Все будет Работать Астрономический Вопрос В южном Полушарии На какое Созвездие Лучше Ориентироваться При задирании Носа Нет никакого Южного Полушария Вы что Еще Еще Вопрос Пожалуйста А каким Заклинанием Лично Вы пользуетесь Это Провокационный Вопрос Я Как Любой Опытный Димага Маг Я Свои Секреты Никому Не выдаю Пожалуйста Еще Вопрос Ну Всем Известно И Кстати говоря Многие Авторитетные Ученые С этим Согласны Что Вместо Корону Для проведения Редвалов Лучше Использовать Шапочку Из фольги Как Вы считаете Ну У меня Были Разные Варианты Треуголка Шапка Мономаха Ну Вот Да Фольга Тоже Подойдет Пожалуйста Что Делать Если Все Критики Мира Сговорились Против Тебя И Вместе Напали Вы знаете Если Отвечу На Ваш Вопрос Я Просто С Этой Сцены Живой Не Уйду Поэтому Следующий Вопрос Пожалуйста А Можно Спросить У нас Все Что Мы Распечатываем Должно Быть Распечатано На Заговоренном Принтере Как Его Заговорить Конечно А Это Только За Деньги Отвечаю Только За Деньги Подойдите Ко Мне Потом Договоримся Саш Фронталка Любого Смартфона Подойдет Ютафон Подойдет Ну Главное Чтобы Этот Смартфон Был Произведен Людьми Которые Соблюдают Субботу Тогда Подойдет Что Делать Если Критиком Для себя Являюсь Я сам Все То же Самое Правда Тогда Есть Риск Что Вы Окончите Свои Дни Пациентам Некоторых Принудительных Лечебных Заведений Но В принципе От Гениальности До Безумия Говорится Всего Один Ритуал Пожалуйста Еще Вопрос Можно Вот Сверху А А как Взрастить Популяцию Хомячков Достаточную Вы знаете Они приходят Сами Они Тянутся Должна быть Некая Харизма Безумный Блеск В глазах Немного Растрепанности И Эти люди Должны Услышать От вас То Что Как они Считают Они И так Уже Знали Например Допустим Женщина Глупее Мужчины Потому что У нее Мозг Меньше Вот Это Можно Ну вот После меня Будет Коллега Выступать Трэш Смеш Он Думаю Про это Лучше Меня Расскажет Но Они Сами Появятся Потому что Всегда На Каспирологию Есть Спрос И на Различные Массовые Стереотипы Это То Что Называется Подтверждение Предубеждений Пожалуйста Извините А вот Вы сказали Про Галлюциногенные Грибы Либо Охота Крепкая Можно ли Просто Использовать Продукт Из ГМО В таком Случа Лучше Всего Если Это Будут Сушеные Мухоморы Выведенные С помощью Генной Инженерии Возможно Александр Панчин Посвятит Какую-нибудь Свою дальнейшую Научную работу Выведению Таких Грибов Ну Желательно Чтобы они Были Каким-нибудь Приятным Ментоловым Вкусом Помидоры С геном Демагога Да Пожалуйста А возвращаясь К хомячкам Вот Ты их завел Ты их развел А тебе же Чем-то их надо Кормить Чем именно Ну их можно Кормить Обещаниями И Как раз Для обещаний Закон сохранения Энергии Не выполняется Поэтому Никогда Ваш Ваш фонтан Никогда Не иссякнет Пожалуйста Да У меня есть вопрос А вот как Если на вас Использовали Ваши заклинания Их можно отразить Чтобы самому Защититься От них Ну это же нелепо Зачем Зачем кому-то Использовать Против вас Заклинания Вы же гений Серьезный вопрос Вы сказали Что он Коскопологию А это было Несерьезное Есть спрос Наверное Как вы считаете Почему На нее всегда Есть спрос Значит Серьезный ответ Судя по всему Просто Людям Очень Скажем так Не все Люди Заняли В своей жизни В обществе Такое место Которое Они для себя Видели В мечтах Будучи подростком Юношей Не всегда У всех Это получается И дальше Есть несколько Вариантов Ответа Один вариант Что я что-то Делаю не так Но это Обидно А другой вариант Он банально Заключает в том Что мир устроен Неправильно Но он не просто Устроен неправильно А весь мир Получился Против вас И вот в этом плане Идеи Конспирологические Они Очень Как бы Гармонично Ложатся На такой вот На этот Субстрат Такой Поэтому Да Конспирология Всегда В почете Всегда Хорошо Продается И Крайне Сложно Опровергается Давайте Последние Два Вопроса И мы Будем двигаться Дальше Можно Да Да Первый Спасибо за доклад У меня такой вопрос Как вы Относитесь К такому Способу Профилактики Критики Как отключение Комментариев Насколько Он честен По отношению К критикам Ну несколько Иногда Я и сам им Пользуюсь Частенько Ну просто Скажем так Некоторые Наши видео Вызывают Такой поток Народного Творчества Что Либо нужен Специальный Человек Который Просто сидел И это Фильтровал Но Если человека Такого нету То Ставим На премодерацию Ну В свое время Чарльз Дарвин Сказал Что он Очень Рад Что избежал Полемики А вот Еще вопрос Накручиваете ли вы Дизлайки Критикам Своим Нет Для этого Тоже есть Специальные Обряды Наверное Следующую Лекцию Я посвящу Как призвать Дизлайки На конкурента Что делать Если Твой Гнусный Критик Оказался Уважаемым Тво Птовой Человеком Например Путин Ребята Ну Еще раз Я Мне дорога Моя Жизнь И Моя Карьера Спасибо Друзья Так Я должен Еще Выбрать Последний Какой-то вопрос Который тебе Больше Понравился Мне Один из первых Был про восходящую Луну Про восходящую Луну Один из первых Волонтер Кто-нибудь Можешь подойти Прибывающую Или Бюст Святого Дарвина От меня Большое спасибо Александр Вам передадут Книжку Потом можно подойти Я именной Сделаю автограф Там пока Он общий Для всех Еще раз Давайте поблагодарим Александра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому